Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Кубань24. Наш фир продолжает интервью. Предупрежден, как известно, значит вооружен. О том, какие природные чрезвычайные ситуации могут ожидать нас с вами в ближайшее время, об этом поговорим сегодня с гостем в нашей студии. У нас руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Юрий Юрьевич Ткаченко. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Приветствую вас. Здравствуйте. Спасибо, что согласились в очередной раз к нам прийти. И всегда к вам возникает ряд вопросов, когда нам, журналистам и жителям Краснодарского края, ну по каким-то причинам не нравится погода. Вот о весне хотелось бы поговорить. Что происходит? Почему она в этом году такая якобы нерешительная, довольно холодная в каких-то районах даже. И вот по ночам, и буквально на днях снег срывался в Краснодаре. Что это такое? Что происходит? Но в то же время надо отдать должное и тому, что у нас были дни довольно теплые, температура повышалась до 25, даже до 26 градусов, что и вызвало такое обильное цветение, раннее цветение деревьев, кустарников. Поэтому говорит, что она зима у нас, то есть весна у нас такая прям уж холодная, нельзя, она скорее всего неровная, вот с такими капризной, да, с контрастами температур. И в этом ничего такого сверхъестественного не происходит. У нас довольно холодные весны повторяются часто. Вот последняя была в 2008 году, и если мы возьмем уж совсем далекую перспективу, это 46-й, 56-й года, там у нас отмечались температуры 61-й год до минус 2 градусов. Да, вот в эти дни как раз. Единственное, что, конечно, мы сейчас очень сильно зависим от той погоды, которая господствует над европейской территорией России. Там довольно холодно, и поэтому этот холод беспрепятственно проникает на территорию края, обеспечивая нам вот такую, или такие волны холода, которые мы сейчас наблюдаем. Даже вот, как вы правильно сказали, там не только дождь, но и снег срывался в сценарийные звони. Но это кратковременно, у нас выходные пройдут, и уже буквально с понедельника температура медленно, но уверенно будет повышаться уже к 25-му числу. Вот особенно после даже 23-го числа, это почувствуется, как стихнет северо-восточный ветер, у нас сразу температура пойдет вверх. Потому что, во-первых, не будет осадков, будет больше солнца. Сейчас же я хотел бы, может быть, от погоды перейти к основной, наверное, вашей функции, которую перед вами ставит Министерство ГОЧС Краснодарского края. Это не прогнозирование погоды, а прогнозирование чрезвычайных ситуаций различных в крае. Вот такие прогнозы, они, как правило, спасают жизни людей без ложной скромности, можно сказать и так. Вот какие самые распространенные, самые опасные, характерные чрезвычайные ситуации для нашего края? Вот угрожают нам, может быть, в ближайшее время. Понятно, что погоду они отличаются. Здесь, наверное, проще сказать, каких определенных опасных явлений у нас не бывает на территории края, это цунами. Все остальное у нас отмечается и практически за всю историю наблюдения отмечалось. Но, конечно, наибольший ущерб этой экономике края, инфраструктуре края, это наносит наводнение. Наводнение, вот это то явление опасное, которое как раз приводит к большим ущербам, да, и жертвам, к сожалению. И причем наводнение разного генезиса. Это наводнение, вызванное дождями, наводнение, вызванное резким потеплением, таянием снега, наводнение, вызванное ледяными заторами, зажорами, как это было у нас в январе 2002 года, когда затопило темрюк. Это у нас наводнение, связанное с выходом с Мерчель, это август 2002 года, Новороссийск, широкая балка, и 1 августа 1991 года, Туапсе, когда затопило. Но вот именно наводнение у нас приносит наибольший ущерб, связанное во многом с тем, что как раз у нас очень много горных рек, которые имеют большой уклон, и при выпадении осадков именно на горных склонах, формируются очень быстро развивающиеся паводки, которые происходят буквально за несколько часов, но они имеют разрушительную силу. Можно ли и насколько сейчас прогнозируемы вот эти паводки, вот вы назвали разные причины, что могут быть, и дожди, и таяние снегов, вот для этого времени года, для весны я имею в виду, что характерно и на что нацелена вот ваша работа в плане мониторинга, предупреждения вот этих ситуаций? Прогноз наводнения, он, конечно, осложнен тем, что он связан непосредственно с прогнозом осадков. Вот если реки мы контролируем сейчас довольно успешно, и благодаря вот краевой системе мониторинга паводка обстановки, именно как раз развитие пунктов наблюдения за уровнем рек, сейчас у нас их 189 автоматических гидрологических комплексов, на 145 реках в 29 муниципальных образованиях, благодаря им мы имеем информацию о реках, паводкоопасных реках, каждые 10 минут, это вот тот интервал времени, который позволяет нам уверенно чувствовать реку, то есть мы теперь можем каждую реку контролировать на предмет того, когда повышение уровня пошло, интенсивность повышения, скорость повышения, и сразу же можно рассчитывать, когда уровни достигнут критических отметок. А вот самое сложное, это прогноз осадков, вот эта метеорологическая составляющая, потому что осадки являются первопричиной паводков, как мы с вами только что говорили, и, соответственно, зная, какие осадки выпадут на той или иной территории водосбора, то мы, соответственно, можем понять, какой объем воды попадет в конкретную реку, и в итоге, насколько же река поднимется. А у нас бич как раз в том, что летом, весной у нас вот эти грозовые дожди, они имеют очень большую интенсивность, осадки подчастую выпадают до 100 мм за час, это 100 литров на каждый квадратный метр. Это большой объем воды, когда он выпадает, особенно в горные местности, и склоны просто не успевают впитывать этот объем воды, он мгновенно оказывается в реке, река, естественно, не справляется, и, естественно, уровень растет. Вот эти вот локальные грозовые дожди, ливни, они вот как раз очень плохо прогнозируются, потому что они формируются, облачность, куча водождевая, она буквально может за полчаса сформироваться до высот 12-14 км, вот буквально из небольшого облака. И вот здесь прогноз вот этого явления, поскольку он связан с местными условиями, с локальными процессами, то есть прогревом подстилающей поверхностью, влажностью, местным ветровым режимом, он очень сложен в прогнозировании. Поэтому единственным способом выхода из этой ситуации, это установка осадкомерных комплексов, которые позволят определять интенсивность осадков на каждой конкретной реке. Вот сейчас уже установлено 38 осадкомерных комплексов, вот как раз эта работа завершена в начале этого года, и это позволяет теперь контролировать объем воды, которая попадает в реку. Благодаря этому как раз заблаговременность прогноза паводков увеличивается на 3 часа. Для оперативных служб это очень большое время. Если раньше мы располагали полчаса, час не более, то сейчас уже временной интервал, который позволяет оперативным службам выдвинуться в предполагаемый пункт или район возникновения ЧАЭС, обусловленный паводком. И в то же время вот этот интервал времени, который позволит предупредить население, он как раз возрос за 3 часов. Вот это очень дорого стоит. Говоря о районах, которые могут пострадать не от грозовых дождей, которые сложно, как вы сказали, прогнозируются, а вот от тех паводков, от таяния снегов. То есть сейчас какие? Снега само по себе, оно не опасно. Это вот то явление, которое происходит каждый год в жизни реки. Это половодие. Снег тает, больше объем поступает в реки, которые имеют снеговое питание. Соответственно, эти реки имеют повышенный фон уровень. И само таяние снега по себе, оно не опасно для населения. То есть река может развиться и занять пойму, но это как раз, так сказать, территория реки. А вот опасно, когда на вот этот повышенный фон уровень выпадают вот эти локальные сильные дожди, которые приводят к тому, что тогда река просто быстрее выходит из берегов и происходит затопление. Поэтому в итоге, конечно, снеговая составляющая, она важна, но она важна с точки зрения понимания, какой объем воды у нас попадут в водохранилище и на что рассчитывать водникам. То есть какой объем они могут располагать, или оратор ему, какой объем воды. Куда сбрасывать. Чтобы понимать гарантированный объем воды, который поступит в водохранилище. А вот эти ливневые дожди, как раз эту ситуацию в половоде, они могут и усугубить. Поэтому пристальное внимание за этими ливневыми дождями. Вот, хорошо. Вы сказали, что на реках есть датчики, которые там каждые 10 минут сообщают о ситуации на той или иной реке. А как дальше строится работа, если вы, например, ваши сотрудники, специалисты, видят, что повышается уровень воды в реке? Как дальнейшее взаимодействие строится и с кем? Кого оповещаете? Еще системы, краевые системы мониторинга, нам удалось решить самую главную задачу. Раньше было, оповещение шло сверху вниз. То есть наблюдатели на постах видели повышение уровня, сообщали в гидрометцентр или в центральный орган, который контролирует ЦУКС. Дальше ЦУКС эту информационализировал и уже доводил до муниципальных образований о том, что у них может возникнуть чрезвычайная ситуация, связанная с подъемом уровня реки. На это уходило время, драгоценное время. Тем более мы с вами говорили, что как раз с момента начала подъема до достижения катетической отметки, может быть, полчаса, час, не больше, на горных реках. Совсем не мало времени. Совсем мало времени, да. И, соответственно, сейчас ситуация решена кардинально. Сейчас оповещение идет и сверху вниз, и снизу вверх. То есть, когда начинается подъем уровня реки, вот это явление отмечается, во-первых, и в ЦУКСе, в Главном управлении, и у нас в ТЦМП. И в то же время в единых диспетчерских службах, в муниципальных образованиях, там, на чьих реках происходит движение, начинается уровень, начало двигаться. И, естественно, сразу же как раз начинается реагирование и уже в муниципальных образованиях, и уже на уровне края реагирования. То есть, одновременно вот этой драгоценной потери времени не происходит. И наши специалисты уже отслеживают вот те реки, на которых начались подъемы, и уже идет увязка с выпадающими осадками, идет расчет, насколько река может подняться, и будет продолжаться подъем. Или он вот подъем уже, допустим, достигнет определенной отметки, и дальше уже ситуация будет стабилизироваться. Как только уже у нас идет приближение к неблагоприятной отметке, идет СМС-оповещение всех должностных лиц данного муниципального образования, глав сельских поселений. И, соответственно, уже, если ситуация действительно в дальнейшем прогнозируется на ухудшение, сразу же выставляются посты визуального наблюдения, чтобы уже контролировать практически непрерывно реку. И уже вовремя предупредить, самое главное, вовремя предупредить население. А как оповещается население? Тоже СМС-рассылка или это сирена? Нет, тут уже временной СМС-рассылки нет, идет, значит, либо уже включаются сирены, и, соответственно, идет оповещение с помощью сирен населения тех пунктов, где может произойти подтопление, или подворовой обход уже непосредственно. То есть предупредение таким образом. Да. Говоря о работе этой системы всей, как вот она сейчас выстроена, скажите, она находится в оптимальном состоянии или ее можно модернизировать, улучшать, совершенствовать? Ее нужно модернизировать, потому что, естественно, наука не стоит на месте. Кроме того, мы с вами говорили, что у нас эта система или эти посты стоят на 145 реках, а в край 13 тысяч рек. То есть по-хорошему надо каждую. По идее, да, конечно, эта система необходимая расширять, чтобы уже контролировать все самые главные водотоки, даже уже те, которые второстепенные водотоки, но на которых паводки тоже случаются. И, конечно, для нас мало информации, или много информации, чем больше, тем ее лучше. Конечно, тогда и прогноз точнее, и естественно, что тогда уже и предупреждение, оно уже более детализировано, более уже привязано к конкретным водотокам, населенным пунктам. Это то, что самое главное для оперативных служб, потому что одно дело сказать, что, допустим, в Туапсинском районе ожидается подъем уровня рек. Это довольно обширная территория, где концентрировать силы. Или, допустим, на реке Туапсе ожидается подъем. Это уже совсем другое. Говоря о смерчах, насколько удается прогнозировать вот это природное явление? То есть оно ведь тоже возникает, как мы и говорили, довольно быстро. Да, оно возникает под мощными кучевыми облаками, которые как раз связаны при прохождении над водной поверхностью. Но здесь должны быть два условия. Водная поверхность должна быть очень сильно прогрета, как минимум 26-28 градусов. А воздух, который поступает на Черное море, должен быть холодным. И вот в этом случае идет мощное развитие облачности, куча дождевой облачности, 12-14 километров, под которые как раз формируется смерч. Так называемые смерчевые облака. И вот формирование вот этого хобота происходит как раз именно под ними, на контрасте температур. Скорость воронки может достигать 100-120 метров в секунду. А 120 метров в секунду ветер, чтобы было понятно, оказывает давление на 1 квадратный метр 900 килограмм. То есть тонна практически. Это фактически разрушаются капитальные сооружения. У нас смерчи, слава богу, они короткоживущие и, как правило, разрушаются над морем без выхода на сушу. Но вот бывает иногда, когда ситуация прогонная складывается так, что эти смерчи выходят на море, с моря на сушу. И тогда тот объем воды, который они подняли, он мгновенно выливается на прибрежную зону, формируя катастрофические паводки. И плюс еще, видите, разрушающая способность ветра при выходе на сушу, конечно, этот ветер хоть смерч и, как правило, быстро разрушается. Но вот этого момента хватает для того, чтобы причинить значительное разрушение инфраструктуры приближающей. Поэтому ни в коем случае не надо пренебрегать оповещением спасателя. Это самое главное. И следовать очень четко правилам техники безопасности. Вы сказали о том, что технологии не стоят на месте, постоянно развиваются. И хорошо, что наши системы безопасности развиваются также в ногу со временем. Но я вспомнил интересный случай, который произошел и происходил во время стройки Олимпиады. В Сочи питерские ученые в то время изучали поведение реки Мзымта. И, насколько мне известно, они создавали миниатюрную копию этой реки для того, чтобы спрогнозировать. Сели, оползни, наводнения. Вот сейчас эта технология, этот метод еще применяется или есть уже компьютерное моделирование? Применяется, потому что это натурное исследование. То есть это все-таки серьезное? В Государственном гидрологическом институте как раз есть павильон, где создается или строится русло реки. Со всеми уклонами, со всеми поворотами правильно. И потом уже по этому руслу пускаются разные объемы воды. И уже тогда идет четкое понимание и динамики, как у нас идет гидродинамика. Реки работают, как будут разливы, при каких объемах. Медленно, допустим, идет дождь или ливневой дождь. И вот эта модель, она очень хороша, потому что она дает представление, именно натурное представление. Мы как бы делаем реку, уменьшаем до маленького масштаба и уже дальше на ней уже моделируем разные ситуации. Компьютерные технологии, конечно, они совершенствуются, но вот эта технология, она уникальна. Ну что ж, давайте от гидрологической обстановки в нашем регионе переходите к другим опасностям, которые угрожают нам и нашему краю. Я знаю, что вы мониторите еще и сейсмическую активность. К сожалению, прогноз сейсмической обстановки или прогноз землетрясения до сих пор науке недоступен. Мы можем только фоксировать факт землетрясения, делать выводы. Но вот сколько бы ни говорили, что там есть предвестники землетрясения, но в одних случаях эти предвестники срабатывают, в других случаях эти предвестники совершенно оказываются бесполезными. И уже масса подходов существует. Мы тоже пытаемся со своей стороны проанализировать, но здесь можно говорить не о прогнозе, а об анализе повторяемости землетрясений, определении районов, где наиболее часто случаются эти землетрясения, привязки к времени года и так далее. Но, как мы понимаем, это, конечно, землетрясение происходит не тогда, когда у нас там весна или лето. Никак не связано. Не по определенному графику, да. Но можно смело сказать, что вот есть у нас определенные районы, где землетрясения бывают часто. Это Черноморское побережье, это вот как раз восточная часть Черного моря, это наши горы, которые, естественно, растут. И вот эта зона у нас наиболее сейсмична. Как правило, вот в эти, начиная, может быть, с майских праздников или чуть позже, у нас в регионе наступает так называемый пожароопасный сезон. Даже вводят некие меры регулирования о том, чтобы не допускать разведения костров. Но как ваш центр может прогнозировать пожары, лесные пожары, какие районы у нас могут распламениться в этом году? Здесь идет прогнозирование, конечно, по тому, как идет высушивание почвы. То есть, когда у нас уже класс пожароопасности, то есть, вот именно когда он зависит от того, как долго стоит сухая погода, то есть, нет продуктивной влаги и когда высокие температуры. Вот если класс пожароопасности достигает уже 4-5, это говорит о том, что вот в этих районах, где он достиг, уже подселающий проект, то есть, трава, лес, он может загореться уже действительно от брошенного корка. Вот здесь уже тогда вступает особый режим, который призван уменьшить опасность ландшафтных пожаров. Но здесь, конечно, в первую очередь человеческий фактор. Вот эта ответственность перед тем, чтобы не допускать пожара, чтобы вот эта брошенная корка или там спичка не привела к большой беде. Особенно вот у нас на Черноморском побережье, это район Анапы, Новороссийская Геленджика, лесные массивы довольно подвержены пожарам. Юго-восточная наша зона, Мостовской, Лобинский район, и, конечно, плавневая зона, там, где камыш, сухой камыш, он очень быстро возгорает. Для эффективного прогнозирования и предупреждения о чрезвычайных ситуациях у Вашего центра существует региональная развитие, региональная сеть прогнозирования и наблюдений. О том, расскажите, насколько она развита, насколько она оптимальна и как происходит вот там наблюдение. Это все на откуп аппаратуре или же человеческий фактор тоже имеет место? Сейчас мы, конечно, перешли на автоматические станции, поскольку они наиболее оптимальны и эффективны с точки зрения подачи информации. То есть, каждые 10 минут мы информацию получаем. И самое главное, что они неприхотливы в обслуживании техническом, они понадежно-надежны. Благодаря этому наша работа по обслуживанию станций сводится именно как раз к обеспечению достоверности данных. То есть, мы выполняем ряд гидрологических работ, геотетических работ на станциях, которые позволяют нам просто периодически контролировать достоверность данных. Кроме того, как бы идут определения для каждого пункта, самое главное определить отметки, критические отметки, на какие, при каких уже уровень воды или вода в реке представляет опасность для населенного пункта. Вот эти работы мы выполняем вместе с муниципальными образованиями, представителями муниципальных образований определяем вот эти критические отметки, чтобы знать, когда вода поднимается. Вот этот ориентир, когда уже действительно необходимо оповещать население. И дальше идет, конечно, мы уже понимаем, что сейчас именно развитие должно идти по автоматическому пути. То есть, именно как раз автоматика, автоматические пункты наблюдения, они позволяют наиболее эффективно получать информацию. Но, естественно, человеческий фактор, он важен, потому что автоматика может померить температуру и влажность, но она не может, допустим, увидеть смерч. Можно поставить видеокамеры, конечно, но все равно человеческое восприятие, понимание того, как он развивается, он более эффективен. Хотя сейчас последние доплеровские локаторы, они уже позволяют определять момент возникновения смерчи и его траектории. Но самое, конечно, важное, что, к сожалению, мы не можем определить время и место возникновения смерчи. То есть, наука метеорологическая, вот в этом плане, она еще не в состоянии определить или дать точный расчет. Можно говорить о смерчеопасной обстановке, да, вот это прогнозируется. Но вот точное время и место возникновения смерчи, к сожалению, это пока еще в метеорологической науке недоступно. Будем ждать решения этого вопроса. И не могу все-таки не спросить, понятно, что технологии, информационные технологии развиваются, и все становятся, все процессы более автоматизированы. Но все-таки кадровый вопрос. Сколько у вас сотрудников в вашем центре как раз работают над тем, чтобы нам было спокойно? И как решаете этот кадровый вопрос? Где вы ищете специалистов? У нас 44 человека в составе центра. Это в основном, конечно, метеорологи, гидрологи, гидезисты, которые как раз обеспечивают, во-первых, и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, и вот работу, достоверную работу наших пунктов наблюдения. Ну а кадры, это вопрос у нас сейчас больной для всех, потому что у нас единственный вуз, который готовит специалистов по гидрометеорологии, это в Санкт-Петербурге, российский государственный гидрометеорологический университет. И, как правило, естественно, филиал его в Туапсе позволяет нам еще восполнять пробел в кадрах. Но молодежь подчистую иногда все-таки выбирает другие специальности. Знаете, романтика сейчас не в моде. Вот раньше, в мое время, многие вот как раз шли изучать океан, атмосферу, хотели быть космонавтами, акванавтами. Сейчас немножко другие интересы, к сожалению. Будем надеяться, что поменяется тенденция, и интересы все-таки тоже сменятся. Говоря о результатах работы ваших сотрудников, в том числе, не могу не отметить атлас природных и техногенных опасностей рисков ЧАЭС Краснодарского края. Нам его показывал министр ГОЭЧС нашего края. Вот расскажите, какое отношение ваши специалисты имеют к составлению этого атласа? Как часто он меняется, дополняется, и как он существует? Только в бумажном виде или есть его электронный? Сейчас мы сделали его пока в бумажном виде, но мы работаем над индерактивным атласом, который как раз будет доступен широкому кругу населения. И он позволит как раз не только получать представление о том, какие природные опасности и с какой вероятностью могут возникнуть на территории края, в каких муниципальных образованиях. Мы как раз сейчас над этим работаем, чтобы для каждого муниципального образования определить степень вероятности возникновения того или иного опасного явления, причем с привязкой по месяцам. Но, соответственно, мы сейчас работаем над тем, чтобы как раз для каждого муниципального образования определить зоны опасности при прогнозе, погодном прогнозе того или иного опасного явления. То есть, если, допустим, ожидается сильный ветер, в каких муниципальных образованиях могут возникнуть происшествия, связанные с ветром? Это порывы электропередач, повалы деревьев. Если это, допустим, сильный снег, на каких муниципальных образованиях могут возникнуть проблемы с транспортом, на каких дорогах? И так далее. Если ожидаются сильные осадки, где могут возникнуть павлики? Так, чтобы это было сразу же видно и доступно, и представление о том, что у нас ожидается в ближайшей перспективе. Юрий Юрьевич, мы говорим все-таки о чрезвычайных ситуациях природного характера, но я не могу не спросить и о влиянии человека на возникновение тех или иных ЧАЭС, на природу в том числе. Мы с вами говорили про пожароопасность. Вот спрогнозировать, где было сетокурок, практически невозможно. Точно так же пожары бытовые, которые возникают, когда люди курят в постели, или перекал печи идет. Или еще моменты, которые связаны с таким элементарным нарушением самых важных правил пожарной безопасности или пренебрежениями. Вот этот момент спрогнозировать практически невозможно, да, это человеческий фактор. И поэтому, конечно, пожароопасность и ландшафтные пожары имеют в большинстве своим человеческий фактор. И сколько бы ни говорили, что там от стекла, кусочка стекла или от грозы могут загораться, это нет. Так это не происходит, происходит все это человеческий фактор. И вот техногенные составляющие, у нас в 2018 году было 4 ЧАЭС, связанные с природными явлениями, и больше 12 связанные как раз с техногенным фактором. Большинство из них это, конечно, пожары и ДТП. Вот ДТП тоже невозможно спрогнозировать. Мы можем определять или проанализировать и выявить наиболее опасные перекрестки, районы, где наиболее часто происходит ДТП. Это связано, может быть, с не совсем правильной организацией дорожного движения. Но вот превышение скорости, невнимательность, проезд на красные сигнал светофоры. Здесь уже это невозможно. Это прогнозируется, да. Человеческое вот это вот... Знаю, что вы всегда даете благоприятные прогнозы, но все-таки, может быть, на ближайшее время. Главное, чтобы они были правильные. Главное, чтобы сбывались, да. Это нам, конечно, себя хочется. Благоприятные прогнозы мы приходили. Ну, тогда давайте, может быть, еще один благоприятный прогноз на ближайшее время и на это лето. Оно у нас, кстати, когда наступит? Вот знаете, по поводу лета и долгосрочной прогнозы, здесь мне всегда вспоминается высказывание научного руководителя Росгидрометра Романа Вильфанда, который говорит, когда прогноз делается больше, чем на неделю, наука из плана точной науки, метеорологии, вернее, из плана географической науки, точной математической науки, она переходит в сферу философской науки. Поэтому мы ограничимся все-таки вот таким прогнозом на период, который имеет информативную основу, это максимум, ну, вот, две недели, будем говорить так. По крайней мере, у нас, начиная с понедельника, мы вот только что говорили, все-таки погода будет уже более весенняя, осадки прекратятся, температура будет расти и как раз вот к концу месяца, к 28 числу мы уже именно будем наблюдать температуру, ну, 20-21 градус тепла будет у нас уже. И при осадках будет солнечно, ветра серьезного не будет, поэтому будет вполне комфортная весенняя, хорошая погода. Спасибо большое за такой, хоть и недолгосрочный, но благоприятный все-таки прогноз. Спасибо за то, что в очередной раз пришли к нам и рассказали обо всех опасностях, которые могут подстерегать нас, жители Кубани и гостей Краснодарского края. Я благодарю еще раз руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Юрия Юрьевича Ткаченко. Ну, а наш эфир продолжается. Оставайтесь на телеканале Кубань-24. До встречи.